добрый день дорогие друзья я вас всех приветствую на канале о вязании и не только меня зовут ирина и сегодняшнее мое видео я хочу посвятить кавказской пряжи после моих последних двух видео мотив пледу и покрывала мне посыпалась ряд вопросов по поводу кавказской пряжи и значит в комментариях обращаются в основном с вопросами о том какую использовать пряжу какой пряжи я вязала какая пряжа лучше двоечка троечка или единичка и так далее и это не реклама это чисто мой опыт и значит я делюсь только своим мнением никому свое мнение не навязывая значит но давайте я немножко расскажу в начале о той пряжи которая есть у меня эту пряжу я выписывала больше года назад у продавца из нальчика зовут ее ирина значит я под этим видео еще раз дам ссылку на этого продавца но товарищи я такой же покупатель у нее как и вы вы можете зайти ко мне в одноклассники и в группах найти ее группу если ссылка под моим видео не открывается я же не знаю по какой причине она не открывается я смотрю и она у меня открывается причины могут быть разные поэтому я делюсь с информацией но вы же точно также можете эту информацию найти самостоятельно продавцов этой пряжи достаточно много и как бы вы вправе выбирать продавца того который вам больше понравится мне лично я тоже точно также когда искала кавказскую пряжу нашла вот продавца это ирину вот мне понравилось как она работает она работает по предоплате и вот я несколько раз выписывала через нее пряжу мне нареканий никаких ее адрес нет все оперативно быстро ко мне в течение недели приходит посылочка она сегодня вы оплачиваете на завтра идет отправляет ее всегда не только допустим на словах мы общаемся в сообщениях но она и если нужно фото какие-то отправляет в общем ну я только как сказать рада тому что я ее нашла и этой информации я делюсь с вами и как бы по чистой доброте душевной и если вы не находите ну я не знаю по какой причине это у вас не получается ну вот и значит почему я такое предисловие сделала потому что было несколько нареканий мой адрес что я даю ссылку но как бы она почему-то оказывается пустой и так далее как бы это выразиться что они остаются ни с чем как выразилась одна подписчица вот ну и что я еще хочу сказать что кавказская пряжа делится на пряжу в одну ниточку вот у меня в одну ниточку пряжа и я из этой пряжи вязала мотивы наши если вы помните я недавно выставляла видео и показывала как вяжется вот такие мотивы и тоже в одну ниточку вот у меня такая белая ну белая назвать ее сложно она скорее всего молочного цвета я хочу сказать что мне очень понравилось вязать в одну ниточку крючком именно видимо из-за того что у нее такая приближенная толщина к пряжи которой я привыкла вязать понимаете потому что те кто со мной давно уже на канале они знают что я вяжу тонкими нитками все крючком поэтому вязать толстым крючком толстые нитки я не не привыкла и для меня как бы скажем не то что сложно но быстро я не вижу мне нужно как бы приловчиться чтобы вязать быстро пряжу скажем вот двоечку да потому что специфика вязание немножко другая руку скажем так не набила потому что я практически не вязала из толстой пряжи крючком в основном спицами значит мне тоже опять же задали вопрос по поводу кавказской пряжи ирина такая красивая пряжа расцветки имеются какие расцветки там можно приобрести и так далее я вот связала такой коврик из этой же кавказской пряжи двоечка я вязала из той пряжи которая попалась мне на глаза но у меня как бы есть место хранения этой пряжи и естественно перерывать мне сильно много не хотелось то что попалась на глаза то я вытянула и вязала может даже сочетала несочетаемое но получился результат довольно таки приятный поэтому я считаю что я попала в десяточку и хотела бы вам показать какие есть бесподобные цвета посмотрите цвет фуксия бесподобный бесподобный цвет зеленый вот вы знаете я хочу сказать что вот зелень через камеру не передай не передалась то которая присутствует на самом деле она вот такая яркая сейчас попробую включить фонарик может нет все равно все равно не такой цвет как она есть на самом деле камера не передает это пряжа двоечка розовая именно такая какая она есть на самом деле посмотрите какая красивая бесподобная пряжа и я хочу сказать что цветовой сегмент там представлен вообще глаза разбегаются невозможно купить все то что там предлагают вот такой цвет видите но это конечно не не все цвета те которые у меня есть но тем не менее и большинство я вам показала значит вот у меня белая двоечка и белая троечка вот насколько отличается двойка тройки вы можете увидеть и значит вот этот мотив пледу я вязала из двойки но вы представляете если такой мотив связать из стройки он будет гораздо больше и естественно выглядит будет он немножко по-другому тройка у меня еще есть вот такая эту троечку я выписывала для вязания подушки у меня на канал или есть мастер-класс по вязанию диванной подушки и вот я выписывала именно для нее и у меня остались небольшие остатки и я хочу связать у меня есть у племянницы баре зовут питомец собачка и я хочу связать ей из кавказской пряжи зимнюю одежку вот я связала образец и собираюсь прям ближайшее время связать потому что у нас начались морозы я пообещала поэтому надо связать как можно быстрее сейчас я вижу жилет из вот такой пряжи за цвет морская волна называется опять же не передает немножко цвет и я хочу сказать что вот после стирки пряжи становится мягче вот даже я от парила просто от парила вот этот мотив он стал намного мягче это раз во вторых изделие из этой пряжи можно стирать машинки и у меня я вязала дочери кардиган или кофта по бородиной как у бородиной она уже года два носит стирает машинки и ничего с ней не становится я вязала из белой пляжи вот у меня тоже остаток остался от нее это я покупала на эту кофту вот и дочь довольна значит шли такие разговоры что акрил он типа не греет а значит как-то там шел разговор о том что потеешь и по спине течет от акрила ну когда тепло я вот конечно не поняла этот комментарий но хочу сказать вам вы знаете у меня много вещей у самой с акрила у меня есть с каролины я вязала с акрила я хожу в домашних тапочках которые я уже неоднократно показывала и они у меня постоянно не съемные скажем так новые вот собираясь связать но я уже столько сезона надо я не знаю ну года два точно я в них уже отходила вот но уже пора на замену и вот и значит я не заметила чтобы они не грели и чтобы там потело очень сильно вы знаете я чувствую комфортно в изделиях из пряжи вот кавказской скажем так и еще хочу сказать вы знаете я так поняла я и если честно не очень информирована но есть несколько заводов которые производят такую пряжу пряжа пряжа видимо рознь поэтому я не знаю про другие пряжи кавказского производства по другому ну кавказскую пряжи я вот знаю что у нас магазине по 150 грамм продают бобины наматанные есть по 50 грамм наматанные бобинки вот и цена у них разница вот это все вся пряжа у меня приобретена в пасме в пасмах и вот я их потом перекручивала с помощью приспособления вот такие клубочки конечно заморочена немножко потому что приходится прикладывать какие-то усилия для того чтобы спас мы тем более когда один перематывать конечно сложновато но я если честно уже приловчилась и если первое время этом старалась получить сразу перемотать то сейчас по мере необходимости быстренько взяла перемотала и значит и использую вот сейчас понадобилось и мне попросили связать вот такой жилет потому что на улице тоже холодно человек работает не отапливаемом помещении поэтому я вот двоечка и в две ниточки вяжу такой жилет почему вот он у меня такой толстый и видите такой вязкой потому что значит я хочу чтобы более прилегала к телу в тех местах где вы знаете у нас у каждого своя фигура поэтому я не могла снять мерки с человека спросила сколько по бедрам по бедрам узнала а остальное за меня сделает вот такая резиночка то есть она у меня три на два вот то есть где нужно она в тех местах растянется где не нужно она наоборот стянет поэтому вот такие изделия очень хорошо вязать и вяжу значит передняя часть у меня будет вот такого плана не знаю видно вам или нет закругленными бортами она у меня будет спинка будет резинкой а передняя часть будет немножко такая интересная и надеюсь что такое изделие понравится хозяйки хотелось не просто как то так вот связал и все хотелось внести какую-то свою изюминку и вот я решила сделать ее или как сказать внести ее тем что сделать вот такие закругленные передние половинки вот ну я думаю что я вам раскрыла тему касательно кавказской пряжи значит и значит мне еще задали вопрос по поводу того что какую пряжу лучше покупать в бобинах в пасмах или в моточках вы знаете если честно я вам на этот вопрос не отвечу потому что для того чтобы на ответить нужно быть либо экспертом либо это экспериментировать то есть на своем опыте и я вам на этот вопрос не могу ответить потому что я уже сказала что вот бобины я первый раз столкнулась вот с бобиной в одну ниточку пряжу это акрил а вот это в одну ниточку это шерсть 50 процентов шерсти 50 процентов акрил вот и и в моточках я такой пряжи не видела вообще значит у меня есть моточках это я еще покупала два года ровно даже больше чем два года покупала у нас на рынке и один моточек по моему 25 рублей стоил тогда сейчас я даже не знаю сколько он стоит и я хочу сказать что вот эта пряжа она существенно отличается от вот этой даже крутка скрутка скажем так вот она даже визуально видно что это сильнее закручено а это меньше закручено и и даже вот она это это белая а тем не менее вы обратите внимание она отличается потому что я думаю что это друга другой завод производил эту пряжу поэтому я еще раз говорю что я не могу вам в этом плане подсказать какой лучшее потому что я не использовала другого виду при другого вида пряжу ну вот дорогие мои на этом я наверное закончу свой рассказ про кавказскую пряжу если у вас будут еще какие-то вопросы пишите в комментариях я точно также отвечу вам на них потому что у развернуто сказать в комментарии сложновато поэтому я решила там собралась несколько вопросов на эту тему я решила вам вот с помощью видео рассказать и еще хотела вам сказать одно не спрашивают ирина почему вы перестали опять показываться лицо да в силу того что я очень сильно занята сейчас у меня слишком мало времени для того чтобы хотя бы привести себя порядок мне даже жалко его тратить потому что я каждую минутку стараюсь вязать потому что у меня на самом деле прямо сейчас большая нагрузка по вязанию мне даже если честно мастер-классы некогда снимать вот те мастер-классы которые я выставляю не мне были отсняты ранее я просто их домонтировала и все и даже вот если вы обратили внимание там последний там где мотив к пледу видимо даже одно видео где-то потерялась второй ряд я его искала искала так и не нашла мне подписчица сказала говорит а где второй ряд я посмотрела действительно нет второго ряда и огромное спасибо вам еще за вашу бдительность что вы действительно вот так вот следите за тем что не просто смотрите но внимательно слушаете и как бы понимаете что действительно нет второго ряда вот может сумбурно немножко сказала думаю мысли донесла ну вот что я хочу вам пожелать вязать можно из любой пряжи я если вы обратили внимание на моем канале есть разнообразная пряжа представлена скажем так изделие из разнообразной пряжи я в который раз хочу сказать огромное спасибо всем тем моим подписчикам которые спонсировали меня на пряжу я смогла попробовать и махеровую пряжу и ангоровую пряжу и пряжу там разную там alize lanagold 800 я никогда ее не пробовала вот благодаря вам я ее попробовала и еще целый ряд пряж а сейчас ко мне идет посылка из италии товарищи вы не представляете с каким я замиранием сердца жду эту посылку я не представляю что там идет но я не знаю я так ее жду как ребенок ждет наверное подарок на новый год я каждый подарок так жду каждую посылку так жду я наверное не нормальная в этом плане но я еще раз хочу сказать что как к какой бы подарок не был какой бы финансовое вложение не было я вам всем всем благодарна и радуюсь одинаково и большим и маленьким посылочкам и так далее спасибо вам еще раз огромное за вашу поддержку за то что смотрите мои видео за то что комментируете говорите благодарные слова и вы знаете как бы цифра может не совсем хорошая 40 тысяч но уже 40 тысяч подписчиков на моем канале представляете это о чем-то да говорит это же не просто так я тут как бы смотрела видео на днях плавно перешла от пряжи кавказской на другую тему но я те кто не захочет смотреть дальше отключится а кто захочет посмотреть тот меня послушает и так вот и я недавно смотрела видео на на ю тубе несколько видео там и стримы проходит сейчас усиленно уже как-то так либо совпало либо я не знаю открывая допустим просмотреть youtube и мне выскакивают видео и такие интересные названия что я сразу включая молодцы ребята которые вот так вот могут подать тему своего видео что вот я как бы сторонний человек который в другое бы время вообще не обратил внимание на это вот сейчас я обращаю внимание и пару дней уже подряд вижу и смотрю вот эти видео по поводу того что новая политика на youtube блогерам ну я не знаю мягко говоря такая как бы это вырез выразиться не знаю в том смысле что новым блогерам трудно будет выжить и я как бы себя отношу к новым блогерам потому что мой канал сравнительно молодой ему еще даже двух лет нету и и знаете если бы я в полную силу себя отдавала ютубу то и может быть у меня бы было и больше подписчиков но я не в полную силу отдаю себя первоначально у меня год назад не было возможности потому что скажем так и опыта большого у меня не было и камеры у меня нет и штатив я вот только недавно нормальный приобрела что я сейчас могу со всех ракурсов снимать и могу сказать что видео я готовила кустарным способом это раз во вторых даже сейчас у меня нет нормальных программ с коту допустим монтировать видео я очень мучаюсь когда монтирую видео это занимает много времени что-то другое боюсь ставить силу того что опять же у меня нет большого опыта мне некому подсказать я боюсь что я что-то скачаю откуда-то и у меня вообще вся программа полетит но я имею ввиду на компьютере допустим винт windows летит как многие говорят и так далее я боюсь чего-то со стороны добавлять на свой компьютер поэтому пользуюсь тем что уже имею ну и много всяких еще других то я больнице лежу то болею то еще что-то и я хочу сказать вот молодые девочки я уже давно за ними наблюдаю самого моего первого знакомства с ютубом и они там себя и рекламируют и в инстаграм и в других соц сетях и там группах активно себя представляет скажем работают работает полно смысле это работа и тем не занимался тут конечно не представляет это не просто так вот взять вот как сейчас я наговорила там какое-то количество времени и все помимо того что она говорить нужно еще это все смонтировать и вы думаете что вот так вот я гладко все говорю я и заикаюсь и иногда бывает слова не те говорю иногда бывает горло скажем так запершила и приходится отключать и это приходится монтировать и я хочу сказать что это тоже работа и не вы непростая работа и вот те критики которые там пишут под видео там вот вы бы там научились говорить вот вы бы научились и снимать вот вы бы там то вы бы там все а мне бы вот хотелось бы узнать вы можете это все делать вы сами пробовали это все сделать у вас достаточное количество подписчиков видео выставленных которые пользуются спросом так сказать ну я думаю что нет вот ну и я хочу вам еще раз сказать всем тем кто является моим давним моими давними подписчиками я вам очень безмерно благодарна вы меня постоянно поддерживаете вы мне постоянно пишите комментарии о том что вам там нравится что вы меня ждете я не знаю наверное вот словами просто не выразить всей моей благодарности вот понимаете и наверное только я одна знаю насколько моя благодарность искренне более того я хочу сказать огромное спасибо всем тем кто со мной уже подружился из моих подписчиков подружились мы и общаемся и в одноклассниках и в контактах и причем общаемся не то что там от случаях случаях случая или еще как-то можно сказать что у меня есть такие фанатки с которыми мы общаемся чуть ли не каждый день вчера мне прислала фото одна моя подписчица которая связала платье вот такой же как связала я зеленое и меня такое чувство умиления было того что человек связал прислал фото на себе она довольная что связала да и не один уже прислал фото я же даже выставляла видео ваших замечательных работах что уже ни один человек связал я вам всем еще раз хочу сказать огромнейшее при огромнейшее спасибо если бы не вы я не знаю как какая бы жизнь сейчас у меня была но все мои хорошие я на этом свое видео закончу я желаю вам хорошего крепкого здоровья прежде всего хорошего настроения материального благополучия легких петелек и до новых встреч до новых видео с вами была ирина